Дорогие мои друзья, приветствую вас! Спасибо, что вы на моем канале. Меня зовут Татьяна Фенева. А сегодня у нас очень интересная тема. Сухая кожа. Что делать с сухой кожей? Как ее восстанавливать? Какие использовать дома средства? Может быть, что попить, что поесть, что попользовать? Чтобы этот вопрос снять. Очень много девушек просто из 5-3 жалуются на то, что сохнет кожа, лицо сохнет, тело сохнет. Дали отопление, еще хуже стало. Убрали отопление. Вода жесткая. Средства некачественные. Я хочу сказать, что у меня большой-большой опыт личный, именно изучение продуктов для лица и тела. И еще добавился такой опыт, связанный с ребенком. Потому что Ева, моя дочка, ей сейчас 3 года родилась с атопическим дерматитом. Кто не знает, расскажу, что это такое. Это когда по всему, по всему телу она, во-первых, блондинка. Она предпоследний тип перед альбиносом. Это говорит о том, что она светлая, склонная к сухости. У нее белые сухие волосы кудрявые. И очень чувствительная в еде и косметике. И вот я, короче говоря, когда она родилась, мне ее в роддоме отдали, говорят, о, поздравляем, у вас практически самый проблемный тип кожи у ребенка. Я говорю, ну классно, будем что-то с этим делать. Вот, и я с того дня, как она родилась, стала изучать рынок, который предоставляет именно для сухого типа кожи. Все продукты, все, что есть для купания, все, что есть для дома. Я все это поизучала. И вот уже ей 3 года, как говорится, мы все это прошли вместе. Сейчас у нее нет ни одной бляшечки. Когда атопический дерматит, у деток образуются сухие участки кожи, которые могут даже лопаться. Понимаете, вот настолько кожа чувствительная и сухая. И поэтому, вот пройдя весь этот путь, мы выработали алгоритмы, которые помогают нам теперь всегда. И как только где-то что-то, если, допустим, ребенок уехал на несколько дней погасить у бабушки, он может вернуться и у него может быть в легкой форме уже опять начальная стадия. Поэтому атопический дерматит, сухая кожа, просто атопия, да, кожа какие-то, вот нарушения, они все связаны только с регулярным уходом. Все, что вы окружаете, все, чем вы себя окружаете во сне, все, чем вы окружаете себя в уходе в ванной, просто в жизни в квартире, в офисе и так далее, одежда, питание, какие-то средства косметические. Эти все средства, абсолютно все эти факторы влияют на то, какая у вас кожа. Поэтому очень важно это, ну, как говорится, принять и понимать, что если уже так случилось, что кожа ваша сухая, есть определенные продукты, которые помогут вам ее восстановить, увлажнить и сохранить. Это самое крутое, что я могу на эту тему рассказать. Только то, что я испробовала сама, и то, что уже последний, вот, Ева родилась. До этого я этот вопрос изучала для себя, потому что у меня был такой момент, что у меня на теле кожа сохнет, а лицо очень жирное, допустим. И вот сейчас вот в баланс я все это привела, только потому что много-много лет изучая и косметологические средства, и уходовые средства, и БТУ, начинаешь находить такие инструменты, и такие вещи, которые на самом деле работают. Я для вас подготовила раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь продуктов, да, семь или восемь, восемь продуктов, сегодня которые я покажу, которые стали в моем доме просто постоянными. И что самое крутое в использовании этих продуктов, я... Они самые обычные. Вы можете их купить, они продаются везде, их не надо где-то искать, заказывать, и там смешивать на заказ, еще что-нибудь, нет, они продаются, они в доступе, но про них лучше знать, и купив их, просто самое главное регулярно использовать. Вот тут самый важный момент, это системность. И если вы используете продукты для увлажнения кожи, для укрепления кожи, для сохранения липидного слоя кожи на регулярной основе, все будет отлично. Если вы делаете это эпизодически, раз в неделю, раз в две недели, когда-нибудь, когда уже прям совсем появилась какая-то болячка, или сухость, или шелушение, то это вам не поможет. Поэтому все мои средства, которые я сегодня покажу, их нужно поставить в ванной, поставить в спальне, положить на видном месте, чтобы просто на регулярной основе использовать. С чего мы начнем? С того, что мы используем каждый день. Допустим, что нам нужно, чтобы, когда мы принимаем душ, наша кожа сохранила в коже воду. Если вы купаетесь мылом или гелем для душа, есть различные марки, которые якобы увлажняют. Но я хочу вам сказать, что они все направлены на то, чтобы реально кожу очистить. Соответственно, они из таких ингредиентов состоят, что они счищают с нее и верхний слой, и кожное сало, и вот как раз-таки всю грязь. Вот, если вы хотите и любите купаться мылом или гелем для душа, или, быть может быть, какими-то еще средствами, пожалуйста, купайтесь. Но в финальте купания в ванной всегда, если у вас сухая кожа, вот таким, я посоветую вам очищающее пенча масло. Вот, казалось бы, марка Урияш. Самая обычная марка Урияш подается в аптеке. Я вам и рекомендую. Купите вот такое ведро масляное. Что крутое? Оно масляное, оно пенится, оно очищает кожу, не смывая липидный слой. Оно увлажняет. Представляете, что это будет происходить в ванной? Вы помылись, очистились. Можно им одним прекрасно. Я купаю себя и ебут. Просто кожа бархатная. Вот, вы помылись, накупались, вот мочалкой, как-то там, может быть, губкой, может быть, руками. И вот это масло, по телу распределив, оно такую консистенцию имеет, просто какую-то волшебную. Оно вас окутывает. И все тело скользкое, все тело такое увлажненное. И самое важное, что когда вы его смываете, вот так тело чистое, чувствуется, что оно чистое, но нет липкого вот этого остатка, который бывает от многих продуктов, которые содержат масла. Но и нету сухости. После этого масла, когда вы им купаетесь, нету сухости. И оно медицинское, да, оно не является продуктом именно медицины, но продается только в аптеках. В принципе, я его больше нигде не встречаю. Вот. Хорошо подходит там для взрослых, для детей, для новорожденных, для абсолютно, для всех. И из всех масел, которые я пробовала, оно единственное не тянет из кожи воду. Хочу отметить, что многие говорят, что надо после ванны хорошо бы на кожу нанести масла и так далее. Если вы протерлись полотенцем и кожа сухая, вы наносите масло, первый эффект, как будто бы оно увлажняет. Но масло так устроено, вообще любое масло для лица и тела, что оно сначала увлажняет, а потом эту воду обратно забирает. Поэтому, если любите масло на тело, на лицо, еще как-то делать, может быть, какие-то для рук процедуры, делайте всегда только на влажную кожу. Оставьте эти капли воды, нанесите масло, запечатайте эту воду в кожу. Пускай она там работает, пускай она вместе с маслом запечатается, закроется и увлажнит ваш эпидермис. Купание. Это было самое важное. Шампуни, бальзамы я никакие не стала, я намеренно сегодня не стала их показывать, потому что я покупаю разные, ищу какие-то продукты. Пока у меня нет фаворитов, мне много что нравится, много что не нравится, поэтому я про них сегодня не буду говорить. Следующее, что мы используем всегда, вот мы помылись, покупались, вышли. Что нам нужно сделать? Мы все как-то ухаживаем за своим телом, вот я, допустим, регулярно наношу крема, масла, наношу какие-то лосьоны, тоники, абсолютно в большом количестве, всегда это все использую, и мне понравилось два продукта, которые я использую для тела, и одно для лица. Так, это тоже марка Урьяш, вот я показываю, для тех, кто ищет, супер увлажняющее средство. Это такой крем, он абсолютно восстанавливает липидный слой, и самое важное, что он работает, как сильный регулятор обновления кожи, вот если где-то там сохнет, где-то шелушится, и так далее, его нанесли, дали впитаться, еще помассировали, и он восстановит абсолютно все вот слои. Он хорош, вместе с маслом, я их использую, вот этим Урьяш, именно липидным, я мажу Еву, мне нравится. Вот, смотрите, еще есть такое средство Lipo Base, смотрите, вот оно вот так выглядит, я вам просчитаю, что там написано, комплексный уход за кожей с признаками сухости, раздражения и зуда, натуральные масла, витамин Е, церамиды, фотостеролы и мочевины. Что хочу сказать, не надо бояться этих новых слов, лучше про них почитать, поисучать, все они помогают максимально убрать сухость, успокоить кожу, нарастить нужное количество эпидермиса в том месте, где он нарушен, и восстановить. Пахнет, все три средства пахнут нейтрально, они не имеют какого-то там вкусного запаха, какого-то аромата духов, или какого-то, они все просто работают, пахнут нейтрально, да, немного сладким, но запахи все абсолютно вы наносите, и выходите, и пахнет просто кожа чистой. Вот, поэтому их я всегда рекомендую использовать в композиции, да, покупались масло, нанесли следом какое-то средство, которое увлажняет. Лучше не масла. Еще раз повторюсь, я не за масла, я боль за легкие структуры, которые нанесешь на кожу, они мелко-мелко дисперсны, они проваливаются глубоко в кожу, увлажняют, и не остаются на одежде. Так, следующий, это мы обсудили, все части тела, кроме лица. Следующая маска, которую я посоветую всегда, я тоже ее использую, если мне нужно поувлажнять именно лицо, и хорошо выглядеть, и вот у меня съемка, допустим, или просто у меня завтра много дел, или просто я хорошо, я знаю, что свободный день, я использую вот такую маску, это корейская, нет, японская марка Рана, оговорилась, они делают на плаценте человека прекрасные продукты, которые супер по качеству, и сделав такую маску, таким средним слоем на лицо, дав ей впитаться, и убрав ее влажным полотенцем теплым, через 10 минут, можно получить идеально запитанную, шикарную, увлажненную кожу, которую просто вы потом с удовольствием делаете макияж, или проводите день, или еще что-то, вот это супер продукт для лица. И теперь, что у нас всегда страдает больше всего, чем мы больше всего пользуемся, да, если мы вспомним, мы целый день что-то делаем руками, и ходим ногами, вот у меня сухость повышенная кожа, и я уже много лет просто системно ухаживаю за руками и ногами в таком формате, я в течение дня наношу на руки лосьон, да, помыла руки мылом, там, я не знаю, пенка какой-то, что-нибудь, помыла, и тут же следом у меня стоит всегда лосьон, я его наношу, что я хочу сказать, мне в этом, казалось бы, обычном действии нравится, когда после того, как я нанесла лосьон, он не липнет, самое главное, и вкусно пахнет, потому что в течение дня мы много раз, я в силу профессии трогаю там лица людей, да, как делая процедуры, если я там занимаюсь домашними делами дома с ребенком, я ее там глажу, целую, обнимаю, просто себя трогаю, у меня должны быть ароматные руки, вот, короче говоря, для себя я нашла, казалось бы, где бы я ни нашла, но это магазинный продукт Zara Home, и у них прикольные, очень по качеству, хорошие, легкие лосьоны для рук, и самое для меня приятное, то, что они пахнут по-разному, и у них есть очень крепкие запахи, которые такие удовые, разветриваются, и потом становятся такими, какими-то шлейфовыми, вот ты намазал руки, а вроде бы как будто ты подушился, и вот мне все это очень нравится, сочетание, я, кстати, ароматы тоже для дома покупаю, вот, и для рук, это дневной, да, вариант, когда руки нужно быстренько увлажнить, но и чтобы они не были жирные, или какие-то там липкие, или какие-то, короче говоря, вот, для ночи у меня есть, а, еще говорюсь, еще один продукт, тоже, Rich Hands, называется, марка Рана, вот, они делают крем для рук, я такого не встречала, я не знаю, как вы, а я много чего пробовала, и тут вот я встретила, если все лосьоны просто увлажняют, и лицо, и руки, допустим, просто такие, чуть напитанные, этот лосьон, у него есть цвет, что он делает, он запитывает кожу, увлажняет, и придает легкое свечение рукам, короче говоря, на выход, круче продукта нет, он у меня есть и в маленьком формате, и в большом, и я когда куда-то иду, мне нужно хорошо выглядеть, и я знаю, что там будут мои, допустим, руки, я буду сидеть, может быть, за столом, может быть, в дискуссии, может быть, просто, я буду знать, что мои руки будут на виду, всегда этот лосьон использую, я получаю просто идеальную кожу на руках, она увлажнена, она светится, и она просто такая холеная, что никакими продуктами я еще, я еще не ухаживала так круто, вот, это касается на выход, руки тоже важный фактор, помним о том, что вы можете сделать макияж, там, прекрасную одежду одеть, аромат нанести, но если ваши руки не в порядке, это выдает многое, говорит о вас, как говорится, вот, и для дома, а также для того, чтобы решать уже такие задачи, как болячка, трещина, порез, царапина, еще что-нибудь, для сухого типа кожи, бывает, лопается, я знаю, у меня есть ряд клиентов, которые не могут сделать перманент губ, допустим, у них уголки все время нарушены, тогда, конечно, там нужно уже более такими серьезными средствами работать, или на руках, вот сухость, вот здесь, вот локти, колени, пятки, у меня тоже такая же история, очень часто сохнут ноги, и я нашла для себя инструмент, сейчас покажу вам, тоже близко, в аптеке, есть марка, репе, ликобес, вот, она из той же серии, что вот тот крем, который я показываю для тела, но, короче говоря, восстанавливающий крем, для очень сухой кожи, способствует восстановлению барьера, интенсивно увлажняет, питает липидами, сохраняет целостность при морозе, крутейшее средство, короче говоря, для рук, для ног, которые максимально кожу вообще за ночь, регенерацию проходит просто в 10 этапов, я не знаю, в чем его особенность, у него в составе, есть, смотрите, содержит оптимальное соотношение всех типов липидов, и ускоряет процесс восстановления, нанести небольшим слоем, кожа в месте нанесения становится матовая, так, длительно увлажняет, содержит частицы твердого парафина, короче, для меня, как для человека, который много лет работает с лицом и телом, это говорит о том, что препарат, попадая вовнутрь, запечатывается, парафин дает, вот есть же вот эти спа-уходы для рук, для ног, вот это то же самое, только на дому, вы его купили, наносите, и можно даже под него, вот нанесли крем какой-то увлажняющий, и под него, допустим, или смешали, кстати, очень хорошо вот их замешивать, вот этот плотный крем, и какой-то более легкий, если вы хотите вообще просто супер результат, там что-то заживить, лопнула пятка, сделали маникюр, сохнет кутикула, или просто какой-то момент, что у вас такое обострение, и идет дикая сухость рук и ног, берете митиролуциловую мазь, вот она, любимая наша, она тоже продается в аптеке, она мазь для местного наружного применения, репарация ткани и стимулятор, его берете, одну каплю берете, такую хорошую жирную, сантиметровую, смешиваете с вот таким же сантиметровым, вот этим, лейкобес репе, одеваете, мажете густо ноги, и одеваете носки, и ложитесь спать, утром вы проснетесь с ребенком, это я вам гарантирую, вот, то же самое с руками, вот, поэтому, если ищете продукты, которые будут увлажнять кожу, они есть, поверьте, их нужно просто покупать, осознанно читать, что там, понимать, как оно работает, и с чем его соединять, конечно, я не рекомендую всякие вот эти вот гели, и шампуни, и, и, как бы, Мосмаркет, не рекомендую, то, что в доступе для всех, оно, поверьте, пустое, оно для всех, для того, чтобы продавалось, и последствий не было на коже, поэтому, изучая всякие продукты, может быть, в аптеке, может, косметологии, может быть, просто какие-то профессиональные, вы найдете намного больше качества, и результата, нежели потратив те же деньги, просто в каком-нибудь магазине, стоя просто у красивой, длинной витрины, с разными продуктами, которые продаются для всех, вот, поэтому, поизучав этот вопрос, мне часто, кстати, его задают, потому что ребенок, атопический дерматит, я говорю о сухости кожи, еще, кстати, один важный фактор, который тоже следует всегда себе дома, поставить в спальне обязательно, и тогда вы будете здоровы, и молоды, и красивы, и кожа будет увлажненная, это парогенератор, парогенератор, сочистить, можно купить с функцией очищения воздуха, можно без, это по бюджету, каждый сам решает, я купила борг, очень довольна, мы его поставили, только водичку доливаем, иногда там моем эту емкость, которая там внутри, и просто у нас все время дома, такой легкий влажный воздух, которым мы дышим, и кожа от этого, кстати, в разы быстрее восстанавливается, если вы наносите, в душе, купаетесь правильным, потом закрепляете увлажнялкой, правильно, а потом все еще живете в атмосфере домашней, если это дом, мы про дом говорим, где кожа не сохнет, короче, простые правила, конечно, еще желательно пить воду, хотя бы там, я не знаю, 6-8 стаканов в день, но не каждый может, и не обязательно, если вы не можете, не надо себя насиловать, начните просто правильно ухаживать, в системном режиме, и будет супер, я надеюсь, что мое видео было полезным, ставьте мне лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, следуйте за мной в инстаграм, все продукты будут в конце этого видео, я их все сфотографировала, по номерам распишу, и назову, да, как говорится, картинка будет в конце, вы можете сделать скриншот, и все их себе купить, они продаются, их не надо где-то заказывать отдельным способом, пользуйтесь на здоровье, надеюсь, будете вы тоже здоровы, красивы, прекрасны, с бархатной кожей, и когда вы ухожены, просто все вот эти штуки, они поднимают самооценку, и любовь к себе, и благодаря тому, что она есть у вас, и внутри вас, вы можете делиться с другими, всех люблю, целую, пока, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok